всем привет была у меня двухнедельная пауза ничего не снимал потому что в принципе новостей не было так вот снимайте то что там посмотрите какая у нас погода какая у нас весна что-то не хотелось вот а сегодня в принципе такой появился повод я вот пару дней назад провел небольшую статистику по затратам на машину вот и принципе давайте я вам расскажу я думаю будет вам интересно потому что я сам когда только собирался переезжать германии интересовалась и сколько это стоит какие затраты на машину так что давайте погнали я вам плечу как всегда по традиции значит что у нас сегодня так сегодня у нас 16 16 апреля у меня кстати каникулы сейчас вот жену запросил на работу потому что мне нужна сегодня машина как раз я вам запишу сейчас ролик чтобы было интересно и давать я вам буду сравнивать сейчас нашу немецкую машину и со своей машины которым я была в россии вот и по этим ценам вы будете наглядно видеть вообще в принципе что и как стоит опять же буду говорить на своем личном опыте потому что я думаю я уверен что здесь вот земель и от всяких вот знакомых потому что у нас тоже были ремонты тоже цена разница значит по сегодняшнему не да значит там жена покупала машину один год и пом пару недель назад да то есть давайте округлим год назад она покупала да значит у нас рено море 2004 года бензиновый и был куплен с пробегом 43 тысячи с копейками километров вот сейчас кстати на нем 63 тысячи 704 километра то есть на нем мы уже наездили 20000 не меньше значит в москве у меня был land cruiser trado куплен был новым а дизель 2014 года это вам до сравнения ну давайте начнем с самого главного начнем мы с к и к fc что это по немецки так называется а по-русски это у нас годовой налог значит за рено модуль платим 108 евро год вот за этот назад машину лошадиных сил по моему в нем между 100 и 110 я точно не помню честно расскажу по моему 103 могу ошибаться плюс-минус лошади поэтому за рено модуль бензиновый скажем так 105 лошадиных сил мы платим 108 евро будет за land cruiser я платил последний мой годовой налог был семь тысяч семьсот восемьдесят пять рублей это грубо говоря если перевести сейчас на евро на чуть больше 100 евро за дизельная природа 170 лошадиных сил то есть получается наш модуль плюс-минус идет с land cruiser по российской мере дальше дальше давайте отнесем туда по значимости тюф мы делали в 2018 году тюф я тоже снимал ролик тоже цена вам озвучивал но повторюсь за тюф на этот рено мы отдали 121 евро 40 центов значит у нас были небольшие проблемы с тюфом мы его не сразу прошли опять же повторюсь ролик я снимал но все равно цена тюфа стоит в среднем 120 евро и тюф так же как и в россии делается на два года ну на бушную машину на машину старше трех лет я ошибаюсь в россии тоже делается на два года и в россии за т.о. это по-нашему тюф я отдавал сейчас вспомнить по-моему около трех тысяч рублей ну все мы понимаем как это у нас делается поэтому по-моему две с половиной или три тысячи рублей могу ошибаться рублей на 500 так что уже рено модус отрывается до по деньгам значит дальше мы отнесем затратам у нас был так называемый кунден динст это по российскому техническое обслуживание до техническое обслуживание все понятно вот за кунден динст на этот треном модус мы отдали внимание не падайте 336 евро причем в эту цену входило просто замена масел замена фильтров даже колодки не меняли ну я уверен что нас нагнули с этой цены потому что это запредельная цена для такой машины для машин 2004 года 336 евро вы понимаете в сравнении я вам скажу то что я ездил на т.о. 1 на land cruiser к официальному дилеру и я платил по моему 21 с половиной тысяч рублей посчитайте да это почти почти же те же 300 евро на land cruiser да где меня там тоже все меняли то же самое что и здесь вот 336 евро за рено модус повторюсь это большая цена потому что принципе когда мы соглашались на кунден динст объявляли ценник максимум в 200 евро потом рисовались еще 150 евро это веркштадт сказал что это молк а то что не запись в книжке делает вот в этой поэтому не знаю если вот кто-то смотрит из германии я бы очень вас просил пожалуйста напишите сколько вы отдаете за кунден динст ну желательно модель вашей машины и сколько вы платите за кунден динст и где вы платите в том смысле у официала или в обычном веркштадте мне было бы очень интересно посмотреть эти ценники потому что я не верю что на рено модус он такой дорогой за такие деньги мне кажется можно было бы привести то тот же кунден динст на какой-нибудь бмв не будет 1 2 серии мне кажется но опять же без учета тормозов ну да ладно делать нечего это был наш первый кунден динст и куда ехать мы тоже не знаем поэтому вот поначалу конечно это очень сложно вкатываться сейчас конечно мы уже знаем что в тот веркштадт мы уже не поедем за такие деньги но это это мы заплатили говорю как есть опять же на своем примере так ну дальше у нас давайте мы покупали шины для машины winter life это зимние шины дано наш на наш язык за winter life на эту машину мы заплатили 212 евро по моему плюс-минус там до 212 евро это четыре колеса чистая зимняя резина nokia модель сейчас не вспомню значит у нас 15 радиус здесь в принципе в описании напишу есть кому интересно значит также я в свое время покупал зимнюю резину для land cruiser и отдал я если не ошибаюсь плюс-минус ну по моему 47 с половиной тысяч рублей можете перевести это в евро ну тут надо круто хорошо дороже стоит но у меня и land cruiser был на семнадцатых катках и сами понимаете какие там колеса я боюсь представить сколько здесь это будет резина стоит кстати резину мы покупали тоже в интернете на машину а вот 50 евро за баллон получается плюс-минус в принципе мне кажется для германии это вообще цена такая адекватная дальше следом идет у нас так называемый райфен монтаже райфен монтаже это по-русски шиномонтаж так вы догадались значит за райфен монтаже мы заплатили если бы вспомнить по моему 59 евро в эту сумму входит это снятие с дисков старой резины бортировка туда новых колес бабла там калибровка калибровку забыл называется может так и называется ну а поправьте меня вот и короче за это все удовольствие за все четыре колеса мы заплатили 59 евро это мы кстати торговались а значит сразу вам скажу что в массы в москве на тот же land cruiser с его большими катками я отдавал тоже за все четыре колеса две с половиной тысячи рублей поэтому в россии конечно монтаж намного дешевле чем здесь так утратом что у нас дальше то идет вспомнить бы а также у нас как самое главное забыл как флифт вот так называется это у нас так называемая осаго на русском и вот за эту осаго германии жена заплатила 764 евро да по моему стоп я вам напишу если ошибся значит эта цена такая огромная потому что на момент оформления вот этой ответственности это ответственность это у нас гражданская значит она это у нее было как бы ее первая страховка и она тут как в германии вот это осаго да немецкая она и рассчитывается из-за стажа водительского и вот на момент оформления у моей жены было под двух лет и поэтому такая большая цена пример вам скажу что если бы у нее вот это стаж водительский был под менее двух лет то этот ценник был бы не 764 евро да в год а в районе я думаю больше чем 1000 евро так что первые два года страховаться германии очень-очень дорого очень дорого поэтому вот моя как жена сделала из его потому что кому-то поможет она себя оформила была как оформлена сделала себе права здесь два года она не ездила на машине не покупала у нас и так совпало что она в москве все это время тусовалась вот и поэтому за эту страховку настолько не платила его сейчас после двух лет она уже все купила машину и соответственно стало есть поэтому первые два года я вообще вам не не завидую клевую здесь кстати вот насчет меня я тоже свои права перья засчитал тоже ролик снимал значит в моем случае сколько моя будет страховка стоить я если честно точно так и не знаю потому что не учитель вождения толку мне как бы не сказал поэтому посмотрим посмотрим сейчас вот будем с вами клеток покупать мотоцикл в принципе будет видно чё и как чему готовится вот значит отвлекся я тоже осаго в россии на мой land cruiser стоила вот до 10000 от не помню 9 800 что такое давайте округлим 10 тысяч рублей здесь 764 евро неплохо да дальше вот по страховкам на нашу машину еще оформлена такая дополнительная страховка и назову ее так а от адация так у нас такая ситуация первоназначный перекресты значит адация сначала жена короче оформила адация еще я в германии не жил и она заплатила если мне память не ошибает 49 евро вот и потом когда я уже приехал в германию когда я уже сделал права она доплатила еще 30 цент 30 долларов евро ё-моё итого 79 евро вот у нас на данный момент адация плюс вот не просто адация адация плюс где-то там короче ништяшки есть вот не буду вдаваться подробности это поэтому можно вообще отдельный ролик снимать так что как-то так смотрите велосипед и объехать его пока не могу потому что расстояние при обгоне должно быть метр по метр на или 50 метров ведь уже про эти правила учил уже начинаю забывать так у всех так что касается адация плюс тут на на по россии я ничего не добавлю я и дополнительных страховок не делал дело первые первую фолькаска хотел сказать первую а как у нас называется этот и забыл а в россии блин забыл ну короче страховку там угрозы ряд угонов чтобы его возмещали были забыл слова ладно короче за эту штуку я заплатил в первый год первый год мы моего владения машиной по моему 25 это что-то 30 тысяч это давайте до 30 тысяч так вот вам округлю дальше и дальше такая самая неприятная статья расхода это конечно репаратур что на русском ремонт потому что за тот год владения нашей машины были у нас поломочки значит за первый ремонт мы отдали 396 евро вот короче нас там по системе зажигания были проблемы 396 евро вот потом когда мы проходили тюф у нас мы не прошли тюф потому что у нас пары были не настроены и шины были лысые скажем так поэтому поэтому пришлось нам доплатить за это все дело 13 евро по моему стоит вот эти вот настройка фары вот и второй же вторая была поломка тоже системы зажигания и тоже жена вызывала ада c и вот на месте там человек сделал починил вот если мы в первый раз это заплатили 396 евро то он это сделал за 40 евро чтобы понимали в рейк штаты конечно дают здесь очень круто вот а попался выдается мужик такой классный и он знал в чем дело и короче у него эта деталь была сама деталь копеечная вот и поменять это вообще же наград он поменял до пяти минут это все занимает так что так вот естественно land cruiser за все мои четыре года не ломался были там проблемы с установкой сигнализации но я в принципе это к поломке не отношу это именно сигнализация была и за это все дело я заплатил по моему две с половиной тысячи рублей поэтому машина новая была и надежная в отличие от французов конечно вот так что так наверное все вот по расходам это все а цены на бензин знать я планирую снять ролик сейчас уже через пару недель будет год как я здесь живу как германии живу вот и я сниму отдельный ролик по тратам и я уже туда включу сколько мы тратим на бензин вот сюда не буду относить к этим статьям расхода так что так очень вас попрошу кто смотрит из германии пожалуйста в титрах комментариях напишите сколько вы тратите на машину и какая у вас машина у меня было бы очень интересно потому что хочется тоже найти таких людей кому можно передать машину чтобы эти там сделали тот же контент единств это было бы классно и лучше так не были бы платил чем с этим вот брик штатам всякие непонятно так что так ну вроде я все сказал вроде да цены плюс-минус пару евро потому что я мы всегда платим карточкой и я вот эти банковские счета подымал поэтому в принципе цены актуальны и на 2018 год сейчас у нас начался 2019 год и эти страховки и цены поменялись жена уже другую цену заплатила за страховку за хафф листь вот и поэтому я уже когда 2019 год пройдет я уже потом сниму ролик сколько мы потратили машина в 2019 году так что все надеюсь вам понравилось надеюсь было интересно и уже будете иметь представление сколько вообще вам будет стоить владение машины причем машина у нас такая дешевенькая скажем так была куплена это помню забыл сказать за четыре с половиной тысячи евро а получается на год вот если вот эти все суммы что я вам сказал сложить по моему 2150 евро плюс-минус 2150 евро на нее потратили просто так это без учета бензина так что понимаете да за такую сумму в россии можно 2150 евро в год можно обслуживать с-класс по моему у официального деле без проблем так что машина здесь дороговато но опять же без машины здесь никуда и машины дня в германии как не знают кроссовки на треки да можно бегать в ботинках но удобнее в кроссовках так и здесь можно передвигаться на общественном транспорте если вы живете в большом городе без проблем но все равно в магазины или куда нибудь если вы в деревне живете то машина обязательная но сразу вас успокоить если вы работаете в германии то все равно вот эту сумму раскидайте на год это нормально это стоит даже вот машина выходит по моим прикидкам дешевле чем общественный транспорт но если чем эти фаркарты покупать эти призные особенно если вы вдвоем едите вот если мы с женой едем вдвоем там тот же штуквер все на машине выгоднее при чем покупать билеты но опять же хотя группам тики тоже не дорого если вас большая группа там что билет стоит 25 евро ну да ладно это тоже другой ролик так что не расстраивайтесь будете работать и у вас будет машины всего будете спокойно это дело содержать вы конечно вот мне этот с-класс это будет посложнее я будешь представить сколько на ней будет стоить ну да ладно еще раз повторюсь надеюсь вам было интересно надеюсь вы немножко имеете теперь представление сколько это стоит пока пока а